всем привет дорогие друзья с вами алексей шальниф мы дальше продолжаем работать на удаленке и сегодня у меня на обзоре очень интересный аппарат это верту signage с дизайн pure black сегодня вот отдел вот такие вот часики на календаре сегодня 28 07 и сегодня вам хочу рассказать о плюсах и минусах данного аппарата ну и детально на него посмотреть взвесить его потому что у нас периодически нам задают вопрос сколько телефон весит сколько он весит с батарейкой сколько он без батарейки весит ну чтобы этих вопросов не задавали я решил сегодня снять вот такой вот ролик давайте поговорим о внешнем внешний вид у этого телефона очень выдержанный очень строгий ничего абсолютно лишнего то есть обратите внимание камера здесь отсутствует здесь за место камеры вот такой вот замок открывания аккумуляторного отсека спереди мы видим керамику сапфировое стекло достаточно большой экран и сапфировую панель то есть вот это вот вся вот эта вот часть выполнена из сапфира также мы видим русские буквы что говорит о том что данный телефон был официально везен на территорию российской федерации то есть он имеет сертификаты качества рст что касается корпуса корпус выполнен из стали покрытый пвд то есть здесь у нас пвд идет матовая а кнопки вот обратите внимание они у нас глянцевые но это точно также это пвд что касается вот этих кнопок они выполнены как качельки ну то есть на них нажимаешь то есть щелчок и вот они как качель туда-сюда этот джойстик он точно также щелкает все эти стороны это функциональные стороны так вы можете там задать как вам нужно что касается клавиш клавиш клавиши у нас здесь выполнены из стали под каждой клавишей установлены рубины рубин идет под каждой клавишей то есть размер от рубина соответствуют клавиши вот если вот камера передаст ну хотя не факт вон эти рубины видны ну когда я телефон включу вы их увидите здесь у нас клавиша консьерж здесь зарядка микро юсб здесь мы видим вот такую вот крышку черная кожа вот эти вот болтики их называют многие на самом деле это клепки они также выполнены из стали и покрытый пвд здесь у нас звуковые динамики эту часть сделали матовой пвд а вот эти вот части глянцевые пвд с другой стороны мы видим какой-то квадратик да то есть многие люди даже наверное не знают для чего он будет наверно нажимать на него а это очень такая прикольная фишечка то есть вот так вот мы сверху ее подцепляем и у нас выходит вот такой лоток sim карты также соответственно если мы его убираем наша вот это вот наш вот этот рычажок уходит назад давайте достанем и посмотрим как выглядит наш флажок под сим карту здесь вот такая вот гравировочка скорее всего сделанная фрезером сверху мы видим пвд а сам лоток вот такой вот глянцевый здесь у нас он логотип в ну и соответственно здесь не перепутаете и сим карту поставите четко здесь есть такой срез сим карту я рекомендую использовать цельную если используете с переходником обязательно лучше даже можете проклеить скотчем потому что у нас были неоднократно случаи когда к нам люди привозили телефоны когда у них просто застревала там сим карта с этим переходником а чаще всего нам привозят когда просто переходник вставляют туда а если вот сейчас вот камера опять же покажет вот там вот контакты sim карты и соответственно если туда вставить обычный переходник то этот переходник зацепиться за эти контакты и когда вы будете вытаскивать вот этот вот лоток он зацепляется за вот эти контакты и гнет их бывали случаи что даже контакты ломались то есть если соответственно контакты поломались то цена ремонта но сопоставимо с хорошим смартфоном ну компании там предположим samsung или там huawei какой-нибудь так что очень не рекомендую злоупотреблять вот вот этими такими легкими правилами вот это вот клавиша это клавиша громкости вверх вниз здесь у нас кнопка включения предлагаю сейчас включить телефон и посмотреть что у нас там внутри включается легким нажатием здесь под каждой клавишей установлены рубины он просвечиваю знаю камера передаст не передаст подтверждаем проиграла фирменная мелодия и вот телефон загрузился сейчас я вам покажу прошивку которая установлена на этом телефоне 50307 это последняя версия для данного телефона выпущенная 3 декабря 2012 года и меню здесь выглядит вот таким вот образом я не буду сейчас вникать во все пункты меню то есть вы уже это неоднократно у меня видели предлагаю сейчас послушать мелодии как они звучат на этом телефоне звучат они просто нереально круто ни на одном другом телефоне верту они так не звучат сам пейпер вибрация звучание у нас идет из двух вот этих вот динамиков сейчас я вам включу другие мелодии еще один сам пейпер и и и и и и Для телефона Верту Сигны Част Дизайн мелодии записывал Лондонский симфонический оркестр. Ну, очень круто, конечно. И мелодий здесь очень много. И мелодий здесь очень много. Ну, все, мелодию мы все послушали. Оставляют санпепер. Сохранить изменения. Сейчас посмотрим лайфтаймер данного телефона. Первый это у нас серийный номер. Выпуск телефона апрель 2012 года. Здесь, кстати, обратите внимание, амоледовский дисплей. Сейчас у Сигначей просто жидкокристаллический. То есть, вот таких вот черных насыщенных красок уже вы не увидите. Телефон в сервисе не был. Лайфтаймер всего 128 часов 14 минут. Ну, это вообще просто ни о чем. Ну, что, предлагаю сейчас взвесить данный аппарат и посмотреть, сколько он весит. Так как нам раньше задавали такой вопрос. И я, честно говоря, на память не помню, сколько у нас Сигнач весит. Берем наши любимые весы, включаем их, все по нулям и кладем в телефон. И мы видим цифру 166.46. Сейчас предлагаю выключить телефон и открыть крышку аккумуляторного отсека. Кнопка включения-выключения у нас сверху. То есть, мы ее держим и выключаем. Вот логотип Верту. Ушел. Телефон выключился. Сейчас мы откроем. Давайте посмотрим, как выполнена крышка. Это все сделано фрезером. Здесь надпись «Металл». Здесь логотип Верту. Очень круто. Это заклепки. Здесь мы видим аккумулятор. БЛ5ЦВ. Аккумулятор внимания не обращайте. Это у нас тестовый аккумулятор. Два аккумулятора от данного телефона лежат в коробке. Здесь мы видим автограф мастера. Это вот как на Мерседесах АМГ. У каждого телефона Верту Сигнач С-Дизайн. Свой мастер. Венди Боуэн. Но даже я вам неправильно сказал. Собирает один мастер. А так и всего шесть. Здесь мы видим модель Сигнач. Сигнач. Платформа РМ266В. Айц код 4299А-РМ266В. FCC-ID код. Это я вам про него уже рассказывал неоднократно. Это сервисный код, который служит для... Когда телефон попадает в сервисный центр, его забивают и смотрят, кто что конкретно с этим телефоном делал. Там был ли он в сервисе ранее. И соответственно мы видим RST-ME96. Это говорит о том, что данный телефон был приобретен на территории РФ. Имеет сертификат и качество. Ну и здесь соответственно мы видим и Мэй. Код CN0168. И конечно же Made in UK. Данный телефон, как и все другие телефоны Верту, изготовлен в Лондоне. Что касается аккумуляторных батарей. Они у нас изготовлены в Китае. У кого есть потребность приобретения аккумуляторов для Верту, у нас в наличии всегда есть. Причем на сегодняшний день у нас акция на BL5CV. При приобретении двух аккумуляторов третьих подарков. Также если вам не надо 2-3 аккумулятора, можете приобрести один аккумулятор со скидкой 30%. Крышка у нас одевается вот таким вот образом. То есть здесь у нас есть язычок такой. Он вставляется вот в эту часть и просто защелкивается. Данный телефон продается у нас в галерее люкс по очень хорошей цене. Последняя цена нового такого телефона порядка 1 300 000 рублей. Этот телефон вы можете приобрести за 599 999 рублей. Доставка по всей России и СНГ в подарок от нас в галерее люкс. Работаем мы с транспортной компанией СДЭК. Как правило, срок доставки от 2 до 7 рабочих дней. В зависимости от региона, куда будем отправлять. У этого телефона еще идет в комплекте чехол. На сегодняшний день стоимость оригинального чехла Верту составляет 55 000 рублей. У этого телефона чехол идет в подарок. Так что кто заинтересовался данным аппаратом, звоните, пишите, приобретайте. Мы всегда вам рады в самые кратчайшие сроки доставить этот аппарат. Оплатить вы его можете как на карты Альфа-Банк, Тинькофф, Сбербанк и Банк Открытия. Либо мы можем вам выставить счет. Я являюсь индивидуальным предпринимателем. И вы его оплатите со своей фирмы. Всем огромное спасибо за просмотр. Самое главное, не болейте. С вами был Алексей Шальник. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok